Здравствуйте! Вы смотрите технический обзор основных валютных пар от компании Grand Capital. Начнем с пары EURUSD. В течение последних трех торговых сессий пара EURUSD пытается уйти от коррекционного уровня Fibonacci 23,6% и в настоящий момент торгуются отметки 1,3112. Как ожидают эксперты, конец недели может ознаменоваться коррекцией по паре. Соответственно, первым коррекционным уровнем в данном случае можно выделить 50-й мувинг и отметку 1,312990. Соответственно, данный коррекционный фактор может быть сдержан позитивом, который царит сейчас на фондовых площадках, в частности, Испании и Греции. Однако, ориентируясь на общее уверенное восходящее движение пары и окончание недели, можно допустить данный коррекционный сценарий. Соответственно, в рамках прогнозного движения можно выделить восходящее движение пары к отметке 1,30. 10, 1,30 ровно. Следующая валютная пара, которую мы рассмотрим, пара FUSD. Рассматривая младшие графики, можно выделить уверенный рост пары FUSD в течение последней торговой недели. Более того, можно выделить данный рост в течение даже последних двух торговых недель, начиная с 9 октября. Соответственно, в настоящий момент пара FUSD вслед за парой EURUSD также остановилась в своем восходящем движении. Более того, если рассматривать более старшие графики, мы видим, что коррекционное движение по паре FUSD продолжается. И в данном случае в качестве первого коррекционного уровня мы видим отметку 1,60.62. Данный уровень коррекции Fibonacci 23,6%. И в качестве возможного среднесрочного прогнозного движения мы видим коррекцию пары FUSD до данного уровня. Следующая пара, которую мы рассмотрим, пара USD-FUSD. С конца июля пара USD-FUSD демонстрирует нисходящее движение и в настоящий момент торгуются ниже отметки 0,92.30. Соответственно, ориентируясь на возможное нисходящее движение, отметим прежде всего риск аппетит, который уменьшается на рынке. И в случае продолжения снижения риска аппетита, возможно, продолжение нисходящего движения пары к отметке 0,92.00, ровно 0,91.60. Более того, не менее важным фактором является предвыборная кампания в США. Поэтому до выборов, которые состоятся, напомним, 4 ноября текущего года, скорее всего, пара USD-FUSD продолжит данное уверенно нисходящее движение. И, возможно, к началу ноября пара будет торговаться у отметки 1,91.50. В качестве краткосрочного уровня можно выделить именно эту отметку. И, если же пара преодолеет ее в качестве второго уровня, здесь имеет смысл выделить уже отметку 0,9050-0,91. Следующая валютная пара – доллар-японская иена. Несмотря на снижение пары доллар-франк, пара доллар-японская иена в последние несколько торговых сессий пытается демонстрировать восходящее движение. В настоящий момент пара преодолевает важный уровень сопротивления отметку 0,79 ровно. Связано это прежде всего с смягчением денежно-кредитной политики Банка Японии и с ослаблением интереса инвесторов к японской валюте. В таком ключе мы видим возможное продолжение восходящего движения пары доллар-японская иена вплоть до уровня 79,60 в течение недели. Напомним, что важной поддержкой по-прежнему остаются средние скользящие, в частности сотый и двухсотый мувинг. Поэтому до момента преодоления пары более важных уровней сопротивления можно выделить незначительное продолжение коррекционного движения пары. Соответственно, если выделить прогнозное движение, более очевидное прогнозное движение пары доллар-японская иена, все это можно изобразить в виде двух незамысловатых линий. То есть, коррекция к отметке 78,80,70 и далее продолжение восходящего движения к отметке 79,60. Напомним, что так же, как и на пару доллар-швейцарский франк, на пару доллар-японская иена, влияет прежде всего риск аппетит, ну и, конечно же, предвыборная компания в Соединенных Штатах Америки. Следующая пара доллар-США-канадский доллар. В настоящий момент пара доллар-США-канадский доллар пытается выйти из так называемой фигуры треугольник, торгуется в отметке 0,975. Как и по другим валютным парам с американским долларом, в настоящий момент на американскую валюту оказывает определенное давление предвыборная компания в Соединенных Штатах, ну и, конечно же, не стоит забывать, что канадский доллар является товарно-сырьевой валютой, и во многом его курс и направление движения зависит от котировок нефти. Несколько торговых сессий, а именно начиная с 15 октября, нефть пусть и не уверена, но подрастает, соответствующее движение мы наблюдаем и по паре доллар-США-канадский доллар. Канадский доллар в настоящий момент пытается расти против американской валюты. Напомним, что пара торгуется сейчас ниже отметки 0,9780, и в качестве возможного прогнозного краткосрочного движения нам видится возврат пары в фигуру, соответственно, в рамках восходящего движения это движение к отметке 0,9850, и далее консолидация возврат к уровню 0,9810, 0,9800 ровно. Что касается прогноза на более долгосрочный период, здесь отметим прежде всего, конечно же, необходимость переждать выборы в Соединенных Штатах Америки, ну и, конечно же, определенную ситуацию на товарно-сырьевых площадках, которая прежде всего и будет задавать динамику по паре доллар-США-канадский доллар. Не менее интересная ситуация складывается в настоящий момент и по паре австралийский доллар-доллар США. Рассматривая недельный график, мы видим, что пара австралийский доллар-доллар США также торгуется в фигуре технического анализа КЛИМ, ну или же ее также можно назвать треугольник. В настоящий момент котировки пары остановились у отметки 1,0385, и вслед за нефтью австралийский доллар также пытается укрепляться против американского доллара. Рассматривая более младшие графики, можно выделить первый уровень сопротивления, которые могут встать на пути пары, а это, конечно же, граница фигуры, то есть отметка 1,0460, 1,0450. Соответственно, в случае коррекционного движения на товарно-сырьевых площадках, а также в рамках движения пары в пределах фигуры технического анализа, можно выделить коррекцию пары к отметке 0,238, 0,250 после достижения уровня сопротивления 0,472. Однако стоит выделить, конечно же, более важный фактор, более важный фундаментальный фактор – это ситуацию на товарно-сырьевых площадках. Если же котировки нефти и драгоценных металлов продолжат уверенное восходящее движение, соответственно, пара австралийский доллар, доллар США также преодолеет, уверенно преодолеет фигуру, и здесь уже в качестве первого уровня сопротивления можно выделить отметку 1,0606. Соответственно, в данном случае более важным фактором является ситуация на товарно-сырьевых площадках. Ну и если в настоящий момент обратить внимание на ситуацию на товарно-сырьевых площадках, в частности рассмотреть движение котировок нефти марки Brent, можно выделить два уровня – это верхняя граница сопротивления 114 долларов и нижнюю границу 112,5 долларов за бочку. В настоящий момент котировки нефти пытаются скорректироваться к уровню поддержки. Ну и рассматривая среднесрочную перспективу, нам видится прежде всего продолжение движения пары в данном диапазоне. Здесь, как в принципе и всегда, на рынок нефти будет оказывать влияние прежде всего фундаментальная ситуация и по-прежнему актуален вопрос с ближневосточными странами, ну и в частности эскалация конфликта в Сирии. Это, пожалуй, будет являться самой главной новостью, является самой главной новостью уже в течение последних нескольких недель. И если же обратить внимание в завершении нашего обзора на ситуацию, складывающуюся в настоящий момент на рынке металлов, отметим, что золото в настоящий момент после продолжительной коррекции пытается отыгрывать ранее потерянные уровни и, несмотря на то, что нефть в настоящий момент корректируется, золото остановилось данным коррекционным движением и сейчас торгуются чуть выше отметки 1750 долларов за тройскую унцию. Конечно же, рынок нефти оказывает определенное сильное воздействие на рынок золота, здесь отметим данное воздействие, ну и, конечно же, возможные покупки золота на фоне снижения риска аппетита и на фоне увеличения опасений инвесторов в связи с инфляционными ожиданиями на валютном рынке. Аналогичная ситуация в настоящий момент складывается и на рынке серебра, также видим определенную попытку восстановления к ранее достигнутым уровням. В настоящий момент котировки серебра торгуются у отметки 33 долларов за тройскую унцию, ну и в качестве среднесрочной перспективы здесь прежде всего ориентируемся, конечно же, на рынок нефти и золота, отметки 34 долларов за тройскую унцию. На этом наш обзор подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, читайте аналитику на сайте компании grandcapital.net, участвуйте в конкурсах компании Grand Capital. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok